Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители телеканала «Медиа-информ» программы с Михаилом Кассиным. С удовольствием посетить вам моего сегодняшнего гостя. Это Марк Захарач Фегин, известный YouTube-блогер, адвокат, политик. Здравствуйте, Марк Захарач. Рад приветствовать, рад приветствовать всех зрителей канала. 8 лет с момента ухода Валерия Ильинична Новодворска, известного общественного деятеля, к которому многие в России относились неоднозначно, но Валерия Ильинична Новодворска была тем человеком, который принципиально выступал против любой власти. Вы наверняка знали Валерию Ильиничну, ваши воспоминания об этой женщине. Ну, я состоял в Демсоюзе, вступил в 80... Именно в Демсоюз я вступил, это было, наверное, 89-й год. Просто это было между декабрем 88-го, уже начался 89-й. И дело в том, что я жил в Самаре, прежний Куйбышев, и там было отделение Демсоюза, и уже, по-моему, летом была какая-то тусовка. Как сейчас помню, я ездил на нее уже как член Демсоюза. Октябрьский райсовет, по-моему, был. Там Заславский был руководителем, я сейчас уже смутно помню. То ли это был съезд Демсоюза, то ли какая-то партконференция, они обожали это все. Были фракции внутри Демсоюза. И я познакомился где-то в это время с Новодворской. Это было шапошное такое знакомство. И потом я просто... Тогда ведь не было интернета, чего-то такого. То есть вы не могли, как вот сейчас мы общаемся. В основном коммуникация происходила либо на мероприятиях, ездили на митинги. Уже вторую половину 89-го я много был в Москве, почти постоянно. Начало 90-го, ну, 89-го. И там, конечно, я общался с Новодворской. Было на знаменитой акции на Красной площади. Меня тогда задержали, отпустили. Потом меня чуть позже задержали на станции метро Курская. Забавный был эпизод. В то время Новодворская была одним из лидеров. Там не было формальных руководителей Демсоюза. И Царьков такой. Я вот не знаю, Игорь Царьков, он жив? Нет. Он Игорь был. Был главным редактором газеты «Свободное слово». Через нее шла коммуникация. А потом она приезжала в Самару. И вместе с нами в 91-м году там выступила на митинге. Нас ее взяли. Это было до Пуччи, естественно. И она уже была отправлена. Она постоянно сидела на сутках. Ее отправили. Она выступала на мероприятии. Мы проводили эту встречу. Она в парке таком загородном выступала. Потом был митинг на площади Слава в центре. Вот ее там взяли. Нас тоже взяли. Но у нее уже висела статья за... Она тогда называлась «Антисоветскую деятельность». Вот это еще Советского уголовного кодекса. И ее, по-моему, этапировали в Москву. Она уже отбывала наказание в Москве. И возбудили на нее уголовное дело. Сейчас мелких деталей по срокам я не помню. Но вот это вот такое было. А потом, конечно, когда я уже стал депутатом Госдумы, я с ней эпизодически общался. Потому что у меня там был помощник. Миша Гохманова с ней очень сильно дружил. Но и не так сказать, что мы с ней были большими друзьями. Какие-то снимки сохранились. Я у себя выставлял как-то фотографии совместные, где-то там мероприятия. Она была человеком необычным. Она была человеком необычным. Она была человеком... Вот странное сочетание. Интеллигентным и нестеснительным. Вот в ней не было стеснительности с точки зрения такого самоуважения. У нее не было стеснительности. Она не была стеснительным человеком. То есть она умела какие-то вещи неприятные говорить, притом сохраняя удивительный такт. Вот это у нее поразительное было чувство. Мало кто знает. Она же была переводчиком. Она училась в МГУ заочно после психушки. Она его все-таки закончила. Знала несколько языков. И семья у нее была такая, знаете, академическая. Ее все знали такой, знаете, пожилой, старой женщиной. А ведь она, ей в те годы было, ну, так хорошо, далеко за 30, под 40 ей было. Вот в конце 80-х, начале 90-х. И у нее еще была жива бабка. Помимо матери. Я сейчас даже не знаю, кто из них уже остался. Но бабушка у нее была в Москве в центре жила. И мать там же жила. Как-то они все женщины, все три круга семьи вот эти были. То есть она как политик была ровно такой, как все ее знают. Я здесь вряд ли что-либо дополню. Потому что в ней не было двойного, тройного дна. Какая она была, как она выступала, говорила. Так вот и такой она, честно говоря, и была. А как человек она была очень необычной. Она была своеобычным человеком. Да, с ней было интересно общаться. Ну, она такая немножко была. Иногда кто-то мог бы сказать так не в себе немного. Потому что в том смысле, что она не от мира сего, точнее, правильно была. Это не сумасшедшая, это не больная. Но она была так на своей волне в том смысле, что она погружалась как-то в тему. Она о чем-то начинала говорить. Говорила пространно, интересно. И с ней было тем не менее комфортно общаться. Удивительное дело. То есть хоть на политические темы. Но у нее все темы были политические. Она вообще как-то о культуре отвлеченной разговаривала в контексте только. Только в контексте. Хотя она переводами занималась. По-моему, даже я боюсь сейчас соврать по-моему, с французского языка. Что-то такое. То есть это был человек образованный, очень умный. Но и в личной судьбе неудачливый такой. Она не боялась, не стеснялась своей неудачливости. Она говорила, что я вот девственность. Дожила до таких лет, не было у меня мужчин и так далее. Но не всякий человек по смелости позволит себе такое говорить. Ну, как бы все мы рефлексируем. Ну, или своей непривлекательностью. Она не стыдилась. Она ее не стыдилась. И она имела действительно такой необычный жизненный опыт. Потому что она, как известно, первый раз была задержана за то, что разбросала листовки в театре антисоветского содержания. При том, что натура у нее действительно была революционной. И звали ее всегда Лера. Ее не звали Валерия. Ее всегда звали Лера. Даже старая такая полудиссидентская погоняла. Это Лера. И надо сказать, что она не была своей ни для кого. Вот не то, что там для власти. Понятно, что она всю жизнь все власти критиковала. И даже Ельцина. Но она никогда не была ни для кого своя. То есть она даже для кругов либеральных, кругов, ну, что ли, такой перестроечной поры, она всегда была чужая. Всем чужая. Всем чужая. И в этой чужести была все-таки ее самобытность, ее особенность. Она была большой индивидуальностью. Большой индивидуальностью. Где-то неуклюжая, какая-то такая несуразная. Но это была большая индивидуальность. Потому что не каждый может похвастаться, что он может прожить индивидуальную жизнь. Вот я думаю, что Новодворская, главное ее достоинство, что она именно это и сделала. И при жизни то, что вот она говорила, то, что сейчас воспринимается как откровение, поднималось на смех. Ее не воспринимали слишком серьезно. Ее воспринимали как какой-то то ли реликт такой еще советской эпохи, диссидентства и так далее, то ли человек, который вообще с реальной жизнью не имеет ничего общего. Иногда и так. Но на самом деле она оказалась прозорливее очень многих. Понимаете? В своей откровенности, резкости, крайности суждения она оказалась очень-очень точной. Понимаете? Не в пророчестве. Дело же не в примитивных, так сказать, каких-то провиденциальном взгляде. А я вот знаю, что будет завтра. Никто не знает, что будет завтра. Но ее прозорливость позволяла ей многие вещи предвидеть. Потому что ей не надо было обходить углы. Она их никогда не обходила. Кого-то обидеть, кого-то что-то. Она смело говорила о вещах, которые могли обидеть кого-то. Но она не стеснялась это делать. Но у нее были иные. Да, да, да. Да, а что? Марк Захарович, мы с вами, я думаю, мы уже в течение нескольких месяцев пишем интервью. И я за вами давно наблюдаю. Вы самодостаточный человек. И мне кажется, в этом как раз ваш успех. Вы не боитесь менять роли, не боитесь брать на себя самые разные образы. И поэтому вы, собственно, успешны. Вы себя органично чувствуете как в роли ведущего институт канала, одного из самых успешных на пространстве YouTube, так и в роли адвоката. А на ваш взгляд, вот Валерия Ильинична-Наворская, насколько ей был органичен тот образ, который она приобрела, либо который сложился вокруг нее? И не страдала ли она от этого? Я думаю, что личные переживания, конечно, у нее были. У меня всяких сомнений относительно ее личной судьбы. Они наверняка были, потому что это судьба неудачника. То есть личная судьба, судьба неудачника. Я, кстати, не могу пожаловаться. Я бы не сказал, что уж так уж я неудачлив. Вот что касается образа. Понимаете, когда мы говорим об образе, то это как будто что-то такое неорганическое, наносное. В том-то вся история. Я сейчас не Анна Владоводорская, а себе. В том-то все и дело, что я всегда был таким. Людям просто это не было нужно. Это не было ими оценено. А война, она все меняет. Все. Потому что то, что раньше казалось настоящим, оказалось фальшивым. То, что казалось смешным, оказалось чрезвычайно, чрезмерно серьезным. Столь серьезным, что прям как откровение. А то, что ценное, что было, оказалось мишурой абсолютно. А то, что не замечалось, не ценилось, вдруг обрело настоящий смысл и значение. Вот я бы сказал, что то, что я всегда делал и говорил, оно не ценилось в достаточной степени. И вдруг война, я думаю, что война здесь сыграла решающую роль. Ведь если посмотреть на мою биографию, я много чего делал такого, что должно было бы быть оценено, замечено и так далее. А я к 50 годам только смог до людей достучаться. Отчасти. Хотя я был депутатом парламента очень молодым. Я был вполне успешным адвокатом. Я защищал только политических заключенных. Но это и особенный адвокат. Я не адвокат стряпчий. Не адвокат такой жулик, который деньги заносит. Я никогда взятки ни одной за всю жизнь не дал, понимаете. То есть я занимался политическими делами, которые являются самыми главными, которые являются самыми определяющими. А в отделе Пусера, это заканчивая делами украинских политзаключенных, это были мощнейшие дела, которые я делал кейсами, о которых говорили все, понимаете, во всем мире. Если говорить о деле Пусера, например, или о деле Савченко на первом этапе. То есть быть индивидуальностью, это и не быть похожим в том смысле на других, чтобы не искать лица общего выражения. Вот Новодворская, да, вот она точно такой была. Но, повторяю, это не чужесть такая, не чуждость, которая, знаете, как, ну, как чуть сумасшедшинка какая-то, какой-то Кащенко такая, ну, больница какая-то психиатрическая. Не знаю, какая она, в Киеве или в Одессе, там, Кащенко, это в Москве больница, а это скорее такая индивидуальность, которая самодостаточна, в которой не надо карьеры, денег, оправдания в лице других, чтобы тебя оценили вот другие по части того, что, ой, вот вы какой хорошенький, вы такой сладенький, понимаете, она в этом не нуждается, эта индивидуальность. Мне кажется, что да, вот в этом есть похожесть. При том, что я не один такой, не другие такие. Есть такие люди. Но, повторяю, случались события в жизни, и Новодорская тоже, может быть, сгнила бы психушку, куда ее отправляли периодически. Ну, советская власть занималась карательной психиатрией. Если бы не события перестройки, отпуск политзаключенных и вот все, что происходило на перекрестке 80-х и 90-х. Именно тогда все поняли, что это востребовано. Потом это прошло, так же, как и с такими, как я, пройдет. Уйдет, новые появятся, другое появится. Люди должны суметь из всего этого извлечь опыт, извлечь знания, извлечь важное что-то, понимаете? Марк Захарович, я хотел бы с вами поговорить о подпоручике Дубе, которого иногда называют президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который любит говорить. Вы меня не знаете, но вы меня еще узнаете. Для зрителей скажу, что подпоручик Дуб – это герой известного чешства писателя Ярослава Гашникова о приключении по солдатам Швейки. Вот эти, вот Марк Захарович, вот последнее выступление Путина с такой самодовольной улыбочкой, мол, у России есть еще что-то такое, что-то такое, чем она может удивить весь мир. Как вы считаете, почему король до сих пор не может признать, Штонгова? Знаете, там у Гашникова в этом произведении в Браун Солдатичеве есть еще один замечательный образ, это фельдкураткац. Мне кажется, это нечто соединения вот этого поручика. Но я сейчас уже деталей произведения не помню. Но фельдкураткац и вот этот Дуб, наверное, я сейчас уже деталей не помню, но фельдкураткац я с детства запомнил. Вы знаете, как Путин – это вот тоже, но с обратным знаком, как какое-то событие в личной судьбе делает из ничтожества, из ничтожества, абсолютного ничтожества, не обладающего никакими индивидуальными достоинствами, никакими свойствами вообще, ни интеллектом, ничем, превращает средний ум в выдающееся явление. Незаслуженное, необоснованное. К сожалению, в русской политике всегда так было. Не многие говорят, и в политике вообще мировой. То есть наверх поднимаются всегда некие средние умы, средние личности. Я не знаю, так ли это, потому что мы знаем и выдающиеся примеры, но тем не менее Путин, если когда-нибудь истории через 100 лет после нас будут оценивать и скажут, господи, да как же такое могло случиться-то? Ну это же ничтожество, абсолютная серость. Он же вообще не способен ни к какому-то самостоятельному интеллектуальному мыслительному процессу, какому-то существенному. Не то, что там подумать, а там что купить, что съесть. Я имею в виду о том, чтобы производить мысли, понимаете, производить интеллектуальные продукты, что называется. Чем и отличается, кстати, интеллектуал, он производит, а не популяризирует знания, производит знания. Вот Путин ведь он же ничтожен абсолютно. И удивительное дело, русская политика таких любит, она таких приемлет. То есть и неважно, чего это касается, вот выдающиеся могут быть достоинства актерских, как у Зеленского. Ну никто не спорит. Их оспарить сложно, но вдруг оказалось, что он еще и всегда был каким-то необычным политиком, достаточно значимым. И его выдающиеся качества себя проявили и в этом. Ну вот это феномен. Это такое бывает раз на сто, раз на тысячу. А вот Путин – это абсолютно обратный пример. Вы понимаете? Вот это все от него, эту шелуху, эту мишуру все убери, и вы имеете дело с 70-летним старичком, с синдромом Кушинга, который, собственно говоря, и сказать-то ничего не может. Понимаете? И интересного за ним ничего нет. И ни глубины никакой, и ни значимости, и не способен он к какому-то выдающемуся достижению, не знаю, на Марс полететь или что-то. Ну, то есть человек настолько вот ничтожный. И это тоже вот удивительная историческая такая штука. Как заканчивали такие средние лица, которые вдруг забирались на самый высший пьедестал и вершили судьбы мира? Ну, в основном из злодейских побуждений там. Он же не прославится и не останется в истории, повторяю, полетом на Марс, а войной прославится. Останется именно зверственным своим. Вот хочет он этого, не хочет, может, он и приемлем. Может, у него только черная натура, что он скажет, ну и бог с ним. Да, Тамерлан тоже остался, более-то, знаете, не с прогрессом связывая его имя. А я вот все равно остался. Он останется в истории, ничего мы уже с этим не сделаем. Вот так случилось. Такие заканчивают в страшном одиночестве. Одиночестве и абсолютной опустошенности. Потому что после них ничего не остается. Им нечего унести в качестве багажа в ад, где с ними будут разбираться. Поэтому, как он закончит, я не могу сказать. Я не проявляюсь. Да. Марк Захарович, учитывая то, что мы ограничены по времени, еще буквально два вопроса. Давайте, давайте. Марк Захарович, вот недавно российский суд вынес приговор Алексею Боринову. Это муниципальный депутат Красноярского района Москвы, который возглавлял Алексей Яшин в течение года. Точнее, Алексей Яшин и Илья Яшин. Да, и приговор жестокий. И только потому, что Боринов сказал, что неприлично обсуждать какие-то тривиальные вещи, когда в Украине идет война, и Россия напала на Украину. А в то же время есть такой человек, который в Украине считают террористом, Игорь Стрелков-Гиркин, который только и делает, что критикует Шойгу, критикует лично Путина, называет спецоперацию войной, и при этом ему это разрешают делать. Вот объясните мне, кто стоит за террористом Стрелковым Гиркиным, и почему ему позволено говорить то, что он говорит, в то время как другие за это получают срок. Не, ну все очень просто. Он же полковник ФСБ официально. Не какой-то там, знаете, законспирированный, типа Познера. А это же легальные служащие, которые то ли за штатом, то ли под кураторским контролем. Ну, естественно, там не бывает полковников ФСБ, да еще с таким бэкграундом, которые бы не находились под контролем Лубянка. Так не бывает. Так нельзя. Особенно в нынешних условиях. Конечно, он нужен. Конечно, он нужен для разных вещей, которые Лубянка использует. Ей нужен такой вот ручной, свой вот такой, такая овчарка. Вот. Я так скажу, что он сильно не кусает Путина-то ведь. Он Путина не трогает. Он его критикует мягко. Но вот реальных вещей не говорит. Его основная направленность – это на Шойгу. Я думаю, что он отрабатывает именно тот техническое задание Лубянки по переводу всей вины за поражение. Ну, или неуспех. Ну, результат тот. Украину не захватили. На Минобороны, на конкретно Шойгу. Это в этом его заключает задача. И он для этих целей нужен. А то, что он говорит, то, что и мы говорим, и то, что для всех очевидно, то есть говорит правду. Ну, во-первых, это должно придавать значимости его словам. И доверие расширять вплоть до того, что мы его обсуждаем. Меня, кстати, вот постоянно на всех каналах обсуждают, Гиркина спрашивают вопросы про него. Ровно по этим причинам. Потому что он позволяет говорить себе то, что и все говорят. Но только в опасении за преследование, они это говорят либо за пределами России, либо, скажем так, ну, пытаясь каким-то образом лавировать, как это делает тот же Яшин, продолжающий сейчас находится под административной, скорее всего, угодит под уголовную. Ну, то есть, есть единицы, которые позволяют это себе в принципе, а, так сказать, контролируемым лицам это разрешено для того, чтобы они выполнили свою задачу. Это и оперативная задача, это политическая задача и так далее. По-моему, он с ней вполне справляется, судя по тому, как все происходит, по-моему, им довольны. А Горинов-то кто? Это враг. Это враг. Этот агент, а этот враг. Вот и все объяснение. Михаил Закарович, последний вопрос. Вот тут буквально позавчера вышла статья о Форн-ФР с известным американскому еженедельнике, где профессор, на секундочку, MIT, Массачусетского технологического университета, он высказал мнение, что Украина-Запад должна пойти на уступки диктатору Путину, более того, Украина должна письменно зафиксировать отказы части своей территории. И вообще Россия может применить ядерное оружие, и вообще Западу не стоит так усиленно поддерживать Украину, поскольку тем самым он как бы подбадривает Украину в дальнейшей борьбе. Вот скажите, а каким образом подобные профессора, они умудряются опубликовать такие статьи на Западе, и кто оплачивает, и где берутся те 30 серебряников, которые кладутся этим профессорам в карман? Нет, там есть конечно линия контролируемая, линия Москвой инспирируемая, но это скорее не Foreign Affairs, это очень престижное издание, а National Interest, который вот с Симисом связан, он себя Симисом называет, там есть какая-то агентурная часть, но вы знаете, мы недооцениваем степень брожения в кампусах, в университетских головах, это в основном там происходит, в финтенках меньше, вот чистых финтенках, мало мы видели от кого, и значимые десятки или двадцатки американских финтенков, я все их посещал, кстати сказать, многими беседовал с первыми руководителями, там такое не звучит, там люди как бы с этим осторожны, работают, понимая, в чем имеют дело, а вот университетская среда, она изобилует подобными людьми, там левые взгляды очень популярны, марксизм очень популярен, там витают такие идеи, которые, собственно говоря, уму непостижимы, как могут нынче вообще прокламироваться, вот, но это в основном левые идеи и всякие другие, и кстати, в среде левых, левых либералов, левых, вот такой академической среды, вот, чаще мы такое встречаем, там было еще письмо политологов, там разные люди, так сказать, по этому поводу высказывались, но повторяю, есть такие, как это, полезные идиоты, это еще с Ленина началось, это никуда не делось, полезные идиоты, которым как, а я сама обманываться рад, ну, приятно же заблуждаться, что давайте не будем взлететь Россию на какие-нибудь атомную бомбу, пусть Украина уступит своей территории, а что бы этому профессору не поговорить вот так об американских территориях, пусть Америка уступит своей территории, где бы, и как бы, его бы с этим товарищем беседовали, потому что, ну, как-то, знаете, ни одна страна в мире как-то не готова, значит, жертвовать своими территориями, понимаете, поэтому на самом деле, я бы сказал, у нас здесь нет феномена, мы и в советский год такое видели, в постсоветские, в нынешние времена, так что, я думаю, здесь совершенно нечему удивляться, это не первый такой случай, я думаю, не последний. Уважаемые друзья, если вы не хотите расставаться с Марком Захаровичем Афигином даже дома, вы можете на фирменном сайте Марка Захаровича приобрести футболки, там, где Марк Захарович и Алексей Аристович, и вы будете 24 на 7 и с Марком Захаровичем Алексеем Аристовичем, а вообще подписывайтесь на этот канал Марка Захаровича Афигина, очень скоро уже будет 2 миллиона подписчиков, я в этом уверен. Спасибо огромное, Марк Захарович, за интервью, за ваше время. Да, спасибо, спасибо всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова